всем привет на связи магазина деда мити меня зовут кирилл и как вы уже сами видите на столе у меня металл скате для начинающих город и из 200 сегодня проведем его обзор расскажу вам о характеристиках расскажу о его настройках функциях и вообще в целом об этом приборе в этом выпуске город 200 или по простому 200 айска это простой прибор для начинающих но с изюминкой а именно приборы город серии эйс но с окончанием а и пришедшие на смену 150 250 350 модели они имеют санговые зажимы на штанге что исключает или минимизирует люфт самой штанги такое было только в приборах серии от еще одна особенность данной айске от ее предшественников это числовой дискриминатор bdi от 0 до 99 но об этой функции я расскажу чуть позже теперь давайте откроем и посмотрим как выглядит все это дело поставляться на свой в такой картонный коробки голубого цвета с полностью русским описанием сразу видим как он здесь выглядит сборе у нас комплекте это идет международная гарантия тут текст полностью на английском языке если кому интересно можете взять перевести дальше у нас комплектации идет инструкция по эксплуатации на русском языке с картинками полностью все четко показывается как собрать как настроить и самое главное у нас в любом комплекте любого гаррета это фирменный болт заглушки резиновой и гайка вот краски то о чем я вам и говорил это цанговые зажимы на самой на штанге средняя и нижняя вот пожалуйста мы зафиксировали цангу и вот какой-то люфт я не знал он скорее всего бот прямо совсем исключен потому что даже какого-то пластикового звука цыкания я не слышу самое главное это блок управления который уже находится у нас на верхней штанге все как положено все в традициях компании гард итак прибор в принципе собран достаточно быстро и пока он у меня в руках поговорим о его физических характеристиках а именно прибор в полном своем снаряжении весит чуть больше килограмма а длина штанги регулируется от 109 до 130 сантиметров то есть подойдет под любой рост снимаем крышку что мы здесь видим прибор по-прежнему питается от четырех пачков батарей которых хватит я не за этом на день на два световой это прям точно железно потому что какого-то сверх высокого энергопотребления у прибора нету также можно перейти на аккумуляторы что существенно снизит ваши затраты на батарейке так как 200 модель гаррета является прямой наследницей 150 модели то в принципе здесь по управлению все осталось таким же простым и как и прежде а именно это три кнопки управления кнопка включения кнопка переключения режимов и кнопка настройки чувствительности что может быть проще и понятнее ски в этом плане я не знаю если вы знаете такой прибор напишите в комментариях и не снимем на него обзор давайте включим прибор и послушаем озвучку и посмотрим как работает числовой индификатор где ой ну что давайте включим данный прибор и я вам сейчас покажу настройки заодно как что здесь происходит по органам управления кнопка вкл нажимаем сразу на загорается видели индикации видео индикация батарейки она покажет вам когда батарейка уже села здесь у нас идет индикация чувствительности 4 сегмента понятное дело шагом в 25 процентов это все оставим на минимальный здесь у нас идет у прибора всего три режима поиска это режим нулевой дискриминации по простому все металлы то есть без отсечения железа дальше идет режим монеты всем известный и соответственно режим отсечения металлического мусора напротив у нас здесь идет шкала глубины с шагом в пять сантиметров здесь у нас в самом низу будет 15 плюс то есть если сигнал глубокий соответственно вы его но также будете в этом сегменте видеть поставим режим нулевой дискриминации чуйку мы поставим наверно среднюю в принципе пять сегментов у нас вся маска открыта давайте послушаем озвучку катушечку поставим поровней итак первым у нас испытуемом будет катькин пятачок вот такой убиенный но тем не менее понятное дело видя и будет высокий 99 как вы видите пятачок уже советский девятьсот тридцатого года видя и будет уже значительно ниже но при этом вы видите то что и там и там будет цветной сигнал одинаково звучать но за счет чисел видя и вы уже будете четко знать что это абсолютно разные вещи дальше у нас чешуя михаил федоровича тоже хороший четкий звонки будет сигнал но при этом видя и вам даст понять что это за цель пивная крышечка у нас будет показываться черным сигналом в зависимости от ее положения да как бы но сигнал будет скорее всего какой-то неоднозначный но соответственно гвоздь нашей программы черный сигнал в самом нижнем сегменте но из средний тон я вам не показал если у нас будет достаточно большой кусок фольги мы услышим высокий сигнал а кстати нет такой с эхом был до какой-то переливчатый такой сигнал а мелкие действительно объект у нас будет прям нет чайки нам побольше добавить вот так вот нас будет звучать средний сигнал трехтональная озвучка позволит вам отличать черный сигнал от цветных а графическая шкала дискриминации стоящие из пяти сегментов и сотни чисел видя и дадут вам более полную картину того что у вас происходит под катушкой то есть прибор у вас не просто скажет что у вас цветной сигнал а еще даст вам четкое понятие того что пятачок у вас царский или советский в этом мы только что с вами убедились айска их очень четко отличает рабочая частота прибора зависит от катушки которая установлена на сам прибор завода на составляет шесть с половиной килогерц это на катушке моно при желании можно поставить катушку 10 килогерц ссылочку оставлю в описании завода прибор оснащается моно катушки охвата у нее очень небольшой но при этом каких-то ложников она издавать не будет если не бить по деревьям именно поэтому баланса грунта у данного прибора нет прибора в этом году и исполнилось уже пять лет и она имеет очень хорошие показатели по глубине так как каску он берет на 1 и 2 метра монеты в среднем там 25 плюс сантиметров и он прост надежен и дешевый до нельзя именно это нужно начинающим поисковику у меня на этом все ссылка на данный товар будет в описании ставьте лайки подписывайтесь на наш канал подписывайтесь на наши социальные сети это помогает нам в развитии до новых встреч